Чемпионат мира по высшему пилотажу успешно сложился для прикамских спортсменов. В составе сборной России представители нашего региона завоевали серебро на соревнованиях, которые проходили в Венгрии. В категории Advanced наши пилоты уступили лишь французам. В российском коллективе было трое пермяков. Это Владимир Котельников, Михаил Безденежных и Роман Овчинников. Всего же на чемпионате мира выступило более 80 участников из 14 стран. Вместе с окончанием лета близится к завершению сезону прикамских волейболистов-пляжников. Главным событием августа стало проведение традиционного регионального турнира «Золотой песок». За награды поспорили почти три десятка спортсменов из нескольких городов Пермского края. Ожидали приезды команд из других регионов, но по разным причинам приехать они не смогли. В связи с тем, что очень много команд не могут приехать, у нас он сегодня проходит с наименьшими количествами команд, чем в прошлые годы. Но все равно упорная борьба. Пришли все сильнейшие игроки, пары. Нашего Пермского края. Конкуренция на турнире была очень серьезная. Ожесточенная борьба шла за каждый мяч. Способствовали яркой игре и хорошие погодные условия. Для пляжников сегодня погода просто изумительная. Единственное, что песок сыроватый. Тяжело немножко играть. Ноги как бы отталкиваются, как от асфальта. А так погода сама по себе шепчет. Солнце не парит. Дождя нет. В итоге сильнее всех оказался пермский тандем «Семанков-Чайников», который выиграл золото турнира «Золотой песок». Сейчас у прикамских волейболистов-пляжников есть несколько дней отдохнуть и набраться сил. Впереди еще одно серьезное соревнование. На 18 августа намечен Кубок Пермского края среди мужских и женских пар. В течение всего лета играют под открытым небом и баскетболисты. Уличная площадка стадиона «Прикамья» приняла финальные игры Закамской баскетбольной лиги. В ходе двухмесячного сезона на корте состоялось порядка шести десятков матчей. Групповые игры, ну и стадия плей-офф. То есть делились на две группы. Большой кубок и малый кубок. Больше по силам команды были разбиты. Чтобы были интереснее и игры, и азартнее. В двух группах выступило 18 команд. В следующем сезоне организаторы ожидают еще большее количество. Формат проведения соревнований участникам по душе. Играют после работы уровень достаточно хороший команд. Если начинали мы с Закамских команд, когда в 2006 году были 4 Закамские команды, то нынче, говорю уже, 2 Закамские, 3 и остальные из города. То есть уже турнир хороший, уровень поднимается. В финальном матче первой группы «Экскурс» переиграл команду «Тюни» 65-45. А в поединке за малый кубок «Грейтфрукт» уступил «Телте» 50-53. Олег Романов, Телевизионная служба новостей.